Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вам представить программу социально-эмоциональное развитие детей, разработанную при поддержке благотворительного фонда «Вклад в будущее» командой российских авторов под руководством доктора психологических наук, профессора Института психологии Российской Академии Наук Елена Алексеевна Сергеенко. Эта программа является синтезом отечественных и зарубежных теорий социально-эмоционального развития, российских разработок по социализации ребенка, в том числе социализации эмоций, по развитию социальной и коммуникативной компетенции. Программа включается в учебный процесс школьный, и она включается на четырех этапах, на всех четырех этапах общего образования. Она, безусловно, соответствует содержанию образовательной программы, и для школы она может стать основой и инициатором создания образовательной школьной образовательной среды. С одной стороны, программа будет являться стержнем, вокруг которого образовательная среда начнет формироваться, с другой стороны, уже сформированная, развивающая интеллектуально-эмоциональная среда будет для ребенка местом для практики в повседневной жизни, тех умений, которым он обучится на обыденно занятиях по программе. Программа соответствует целям и задачам ВГОЗ, в целом соответствует ВГОЗ, но не только целям, а в том числе дает педагогу инструменты для достижения этих целей. Как раз тот самый дефицит, которого в настоящий момент во многих образовательных программах не достает. Кроме этого, программа соответствует ВГОЗ по своим инструментам оценки и в целом по описанию образовательных результатов, включая универсальных учебных действий и личностных результатов. Если говорить о ВГОЗ, то в программе мы видим, что она направлена на развитие личностных универсальных учебных действий, регулятивных и коммуникативных. Не будем на этом подробно останавливаться. Кроме всего прочего, по нашему мнению, предварять работу по этой программе для педагога должны курсы повышения квалификации. Эти курсы созданы по авторской программе, работают по авторской программе, включают в себя два компонента. Работу с развитием личного национального интеллекта педагога и методических компонент, направленный на работу по самому, собственно говоря, программе. Хочу перейти в стату из высказывания педагога, участвующего в апробации по программе. Он сказал нам о том, что программа не только является ресурсом личного развития для педагога, но она является палочкой-выручалочкой, которая дает инструменты педагогу адаптации детей, работы со средой, работы с классом, взаимодействия между собой за рамками выделенных занятий, а внутри предметного содержания прочего. Ну и что очень важно, наша программа представляет педагогу, предлагает для работы учебно-методический комплект, который сопровождается раздаточными дополнительными материалами и можно использовать за рамками выделенного курса. И сам по себе этот учебно-методический комплект предполагает вариативность, он может быть использован как для неурочного курса, так и в дополнительном образовании. Если говорить об образовательных результатах, которые декларирует программа для детей, мы можем разделить их как бы на два уровня. Прямые, первоочередные результаты, вы видите их на этом слайде. Программа направлена на развитие у детей способности понимать, осознавать и регулировать свои собственные эмоции, понимать эмоции других людей, понимать ментальное состояние других людей, внутреннее психическое состояние других людей. Речь идет о их намерениях, их целях, их мыслях и выстраивать взаимодействие с другими людьми на основании интерпретации, понимания их внутренних психических состояний. Программа направлена на развитие умения понимать нормы и правила социального мира и встраивать их в свое поведение. Программа развивает эмпатию. Есть еще два очень важных конструкта, уникальных для образовательных программ. Это развитие понимания обмана и понимания неверных мнений. Если мы будем говорить о отсроченных косвенных результатах, которые можно пронаблюдать у детей, прошедших обучения по программе, то можно говорить, что программа дает повышение академической успеваемости и в целом успешности ребенка. Программа, работая со средой, снижает ее агрессивность, конфликтность, регламентированность. Работая в том числе с эмоциональным интеллектом педагога, программа занимается профилактикой эмоционального выгорания педагога. О результатах нужно говорить очень долго. Конечно, отсроченные результаты мы можем ожидать только в случае системного длительного участия в этой программе. Если говорить о содержании, я хотела бы сначала сказать о том, что программа основывается на нескольких важных подходах. Безусловно, это деятельностный подход. Мы говорим о том, что ребенок развивается в активном взаимодействии с социально-физическим миром. Субъектный подход. Мы воспринимаем ребенка как активного участника образовательного процесса и учитываем его индивидуальные особенности. Мы говорим об очень важном, базовом принципе программы единства аффекта и интеллекта. Мы развиваем мир эмоций и когнитивный мир как единое гармоничное целое. Программа интегрирует в себе две теории. Теорию модели эмоционального интеллекта Майера Соловейко-Руза и модель психического. Модель психического как понимания социального мира, собственного и других людей. Вот все же вернемся к содержанию. Вы видите, что курс включает в себя 6 разделов, вводный и 5 основных. Все эти разделы представлены во всех четырех подростах, от дошкольного возраста до старшего подросткового возраста. Содержание развивается по спирали. Постепенно с возрастом, возвращаясь, мы повторяем то, что уже ребенок знает и умеет и расширяем и углубляем его знания. При этом, если ребенок приходит на эту программу, пропустив предыдущее звено, то практически без потери он может воспомнить эти знания и умения. Разделы звучат следующим образом. Это восприятие понимания эмоций, понимания ментальных состояний, понимания неверных мнений, марно-нравственных аспектов поведения и социальные взаимодействия. Если сказать немножко о пересределении содержания внутри возрастов, то в дошкольном и младшем школьном возрасте больше акцент делается на первые разделы. Восприятие понимания эмоций, понимание ментальных состояний. А с возрастом больше внимания мы уделяем развитию социально-эмоциональной компетентности ребенка. И в подростковом возрасте у нас внутри раздела социальных взаимодействий появляется большая тема буллинг. Для этой программы создан комплект ОНК. Он включает в себя две большие части. Теоретическая и практика методическая. Я думаю, что нам стоит посмотреть на развороты и подробнее о них расскажу. Теоретическая часть. Она включает в себя теоретико-методологические основы программы, основные принципы организационные, содержательные. Здесь описаны психологические особенности развития ребенка определенного возраста. В программе представлено основное обзорное содержание по программе. Руководство по проведению занятий. Вы видите развороты из руководства для учителя. В руководстве представлен учебно-тематический план по программе, обзор образовательных результатов и представлены инструменты для оценки образовательных результатов по каждому занятию. В программе даются сценарии каждого занятия с алгоритмом их выполнения. Играми, упражнениями, вопросами для обсуждения, домашних заданий и программ. Ребенок получает рабочую тетрадь. Это альбом, в котором он может рисовать, раскрашивать, взаимодействовать, трансформировать его содержание. И родители получают вот такую папку. Мы решили выполнить материалы для родителей в таком виде, поскольку они имеют рекомендательный характер и вариативное содержание. Педагог может выбрать именно то содержание, которое актуально для его образовательных задач и особенностей класса. Внутри родительской папки вы найдете опросы для родителей, вы найдете домашние задания, в которых будут фильмы для просмотра, литературные произведения для прочтения, вопросы для бесед и так далее. Еще раз повторюсь, что задания носят рекомендательный характер. Ну и последний компонент УМК – это наглядные дополнительные печатные материалы. В данном случае вы видите набор карточек для обучения идентификации эмоций, кроме него в УМК входят еще локаты. Ну и последнее, о чем я хотела бы сказать. Обратите внимание, пожалуйста, на рекомендованные нами условия эффективности программы. Только в случае выполнения ряда обязательных условий мы можем говорить о том, что вы получите непосредственные и опосредственные результаты после работы по этой программе. Ну, во-первых, мы говорим, что глубина и устойчивость изменений будут обеспечены той самой обогащенной, развивающей образовательной средой, которая будет создана в школе. В качестве компонентов она обязательно будет в себя включать все сообщество, не только детей, но и педагогов. Причем не только того педагога, который работает по программе, но и все педагогическое сообщество школы, включая управленческое участие. И, безусловно, родительское сообщество как лунаправленного участника образовательного процесса. Мы говорим о том, что одному учителю очень сложно будет трансформировать школьную среду, работая по программе. Поэтому мы настаиваем на создании проектных команд в школе, которые могут совместно заниматься проектированием, развитием содержания, обратной связью и так далее, обучать друг друга. В тех школах, в которых сейчас идет апробация программы, мы стараемся провести обучение педагогов, не работающих по программе, с тем, чтобы все-таки вся школа существовала в единых ценностных ориентациях и жила по одним общим правилам взаимодействия. Мы, безусловно, говорим о том, что локомотивом для запуска программы будут курсы повышения квалификации. Немножко я уже о них сказала. Они имеют два компонента – личностное развитие и методическая часть, и они созданы и для исполнительского, и для управленческого уровня. И педагог в этом случае является лидером изменений. Для него программа становится ресурсом личностного развития и дает ему инструменты для взаимодействия с детьми, для решения сложных ситуаций за рамками работы по программе. Ну и последний момент, я хотела бы акцентировать на это внимание. Представленный учебно-методический комплект, он все-таки является неким примером профессионального поведения для педагога. Если педагог не имеет опыта работы с подобным содержанием, не имеет собственного методического инструментария, то он может, пользуясь исчерпывающим учебно-методическим комплектом, вести занятие полностью так, как там описано. Если педагог имеет опыт работы с подобным содержанием, он может трансформировать его под свои цели и задачи, перераспределяя темы, дополняя своим методическим инструментарием, делая актуальные для своего класса акценты. Наверное, это все, что я хотела вам рассказать о программе. Спасибо большое за внимание.